Ребята, всем привет! Предупреждаю сразу, сегодня мы будем делать прорыв в реактивном самолетостроении. Очень хочется как-то форсировать события, поэтому пришел сегодня раненько и мы приступаем. Катастрофически много времени отнял вот этот полосатый люк. Но уже есть чем похвастаться. Получился очень долгий процесс, связанный с его стыковкой. Так как я собрался делать все очень качественно, то решил сделать минимальный зазор. А как этого добиться? Во-первых, сделал очень ровно вот эту поверхность. Во-вторых, сделал пазы. Вот они какие. Делал их бормашинкой и они по всему периметру люка. Далее, чтобы все это идеально состыковать, намазал восковым разделителем, чтобы не слиплось. Нанес стекловолоконные волокна. Пришлось распустить целый лист ткани. Я в инстаграме выкладывал процесс, кто подписан на него, могли видеть. Ну и потом на жидкое прилепил крышку люка и хорошенько ее зафиксировал. В итоге мы имеем просто идеально подогнанные поверхности. Правда у меня возникли капитальные трудности с отделением люка. Но удалось его таки оторвать, правда вот здесь немножко теперь подтарчивает. А здесь еще больше, но в остальном зазора фактически нет. Я его буду сам создавать, делать все красиво. Ну а в месте, где были пазы, появились шипы, которые четко входят и четко позиционируются. Много-много люк попил крови, но все вроде бы позади. Осталось там все зашкурить, как-то все это дело облагородить, но то уже ближе к малярке. А сейчас мы займемся всякими мелочами, которые я все откладывал до последнего. Но придется пройти все эти стадии, ребята. Придется опять вклеивать петли, вклеивать кили. Как-то это все позиционировать, выравнивать. В общем, приступаем. Но для начала кофе, ребята, кофе одной рукой совсем его некачественно готовить. Ну вот, нормально, можно приступать. Одну серву уже достал. Шаблон реально хорошо работает. Где-то здесь должна быть вторая. Подогнал килист и сейчас буду подгонять их еще больше. Опять же, мне нужно идеальное прилегание снизу. Для этого придется отделить вот здесь прозрачным скотчем. Намазать много углей ткани и дождаться пока высохнет. Теперь дело разделилось на очень много мелких операций. И получается можно постоянно работать, то есть практически без передышки. Буду сейчас доделывать люк, заклеивать кили. Пока они будут сохнуть, придумаю еще какую-нибудь работу. Вот так выглядит жидкий композит и вот что я делаю. После такой процедуры, после высыхания будет просто идеальное прилегание. Останется лишь все обточить и потом нужно будет заново все вклеить. Вынес малыша на улицу, дабы быстрее высох эпоксид. Уже вроде бы неплохо, но хочется, чтобы прям совсем затвердел и был жесткий, готовый для мех обработки. Прямо уже похож на птицу. Ну вот, ребята, пол часа на жаре и можно расчехляться. Пробуем крышку. Крышка вообще спокойно отошла. Вот и теперь у нас здесь вот новый слой. Естественно, нужно обработать. Отлично. С крышкой еще не все, кстати. Нужно сделать под камеру хорошее отверстие и нужно вот эту щель теперь замуровать. Лучше всего сделать сразу все эти мелочи, чтобы потом уже не возвращаться. Пока там все это дело сохнет, я экспериментирую с видеопередатчиками. Есть вот у меня парочка экземпляров, даже немножко больше. Есть еще передатчик, который в квадрике установлен. В одном и во втором у меня два таких квадрика. Вот. И экспериментирую на дальность. Что интересно, пока что вот этот самый простейший передатчик с вот этой вот обычной антенной работает вполне нормально. И даже такое ощущение, что лучше всех. Вот этот двухваттный что-то как-то не очень хорошо себя показал. Как-то постоянно меняется частота на экране. Прикупил экранчик, ребята, чтобы все это дело проверять. Грубо говоря, я включаю видео и отхожу на некоторое расстояние. Так как частота 5,8 гигагерц, то через вот эту дверь и вообще стены, оно не очень-то пробивает и особо далеко не нужно отходить. А так по сути они должны на километры бить. Но вот этот вот он, правда, имеет свойство перегреваться. Но можно поставить вентилятор какой-нибудь. Здесь вот есть площадка специальная под радиатор. Здесь даже не учитывая перегрев, хотя он тоже перегревается, но я думал опять же поставлю вентилятор, чтобы все было нормально. Но, ребята, он и без перегревов как-то вот стробит немножко. Где-то затекла эпоксидка. Качество поверхности после такой процедуры и, естественно, прилегание просто идеальное будет. Совершил ужасную ошибку. Да это не ошибка, это просто боль какая-то. Когда я состыковывал километры, я их перепутал местами, представляете? То есть здесь поверхность должна внутрь сильно загибаться. И тут вот есть такая планочка, а с этой стороны планки нет. Когда начал уже готовое ставить на свои места, оказалось, что оно не подходит. Представляете, ребята? Пришлось еще раз повторить всю эту процедуру. Вот стоит, застывает эпоксид. Вот это дичь! Ну никак я не ожидал, что такое со мной произойдет. Уже думал другим заняться, а приходится переделывать. Ну а теперь, друзья, давайте-ка мы заценим качество сопрягаемых деталей. Что же у нас получилось при таких технологиях? Немного приподнимаю, чтобы было видно. И вот оно фактически в ноль смыкается. Лезвие не проскочит. Древнеегипетская технология. На люке получилось также все очень серьезно. Такое качество меня полностью устраивает. Сбоку я сделал небольшое скругление, чтобы не отлучивалось. Прилегает абсолютно по всей длине. Абсолютно все четко. И никуда не смещается, потому что есть шип-пазы. Вот они. Ну здорово, честно говоря. Ребята, я не думал, что так суперски получится. Обычно все вот здесь вот откалывается и получается не сверх фантастики. Ну вот уже дошел до той стадии, когда начинает все очень даже неплохо получаться. А что? Самолет надо делать? Ну ладно. Кузовщина самолета. Все вот эти шпаклевания, выравнивание, выглаживание. Это все конечно хорошо. Но надо же как-то потихоньку начинать его оживлять. Дело это не такое уж и простое, но я подготовился. Элевоны будут крепиться на 10 петлях. Расположу их следующим образом. Три с одного края и две с другого. Здесь будет некий такой промежуток. Элевоны очень жесткие на скручивание. И по идее вся эта система должна нормально работать. Прокладывал слои под 45 градусов и это реально помогло. Затарился тягами с шаровыми наконечниками. Так получилось, что вот эти две основные тяги по длине подходят чётко. То есть здесь их еще можно настраивать, вкручивать, выкручивать. Это для меня просто какое-то счастье, ребята. Потому что обычно я их делал сам. Ну а здесь будут заводские. Все это значительно ускорит процесс. И я надеюсь, мы выиграем в качестве. Потому что здесь вот нет никаких люфтов абсолютно. На кили с тягами не особо повезло. Ничего страшного. Сделаю удлиненную тягу, удлиню вот этот штырь. Выточу наверное с алюмишки и все будет отлично. Ребята, для тех, кто захочет свою жизнь связать с карбоном, сразу вам признаюсь, работа крайне неприятная. У вас два пути. Либо работать все время с респиратором, все время в любую жару быть укутанным какими-то целлофановыми одеждами, чтобы пыль не падала на вас. Либо вы будете чесаться как скотина просто постоянно. Потому что малейшая обработка, пыль в воздух попадает, прилипает к рукам. Все это чешется. Руки в крапинку такую красную получается. Ну и так далее со всеми вытекающими. Работенка та еще, конечно. Я этим занимаюсь не потому, что мне большой кайф возиться с карбоном, а потому что мне очень хочется сделать такой вот самолет либо какую-либо подобную технику. И это фактически единственный материал. Все вот эти композиты. Стеклоткань, углеткань, с которого можно это сделать гладко, качественно и с приемлемым весом. Вроде бы дело двигается. Один элемент я уже подготовил. Все-таки поставил 6 петель вместо 5 задуманных. Так же как и здесь. Три с краю, три вот здесь. Осталось лишь прорезать вот здесь вот прорези. И можно настраивать. Для начала приклею с одной стороны, все выставлю. А потом, как обычно, буду вклеивать уже обратную сторону. Сразу две вклеивать не буду. Еще здесь красить, малярить. Короче, куча работы, которая даже иной раз не пересекается. И приходится выбирать, что лучше сделать, а чем пренебречь и сделать как-то в менее выгодных условиях. Например, малярку лучше делать по раздельности все. Красить отдельно вот это, отдельно вот это, отдельно кили и так далее. Ну а для скорости работы гораздо выгоднее все сразу собрать, а потом уже красить. Но будет уже не то качество. Потому что вот в такие места, которые вот здесь очень трудно долазить, и получится не очень в них красиво. Ладно, ладно, ладно. Сейчас, сейчас продолжим. Сейчас, один секундомер. Ребята, один секундомер. Но очень хочется стеночку докрасить. Ну все, огонь вроде бы белая. Класс! Чтобы петли застыли так, как я хочу, а не так, как им вздумается, скрепил все скотчем и оттопырил в некоторых местах вот такими приспособлениями. Короче говоря, выставил все по центрам. Теперь будем ждать, когда застынет. Жизнь, боль, ребята, опять начал перетягивать шпаклевкой самолет, потому что получилась ступенька вот здесь. Купил килограммовую банку шпаклевки, потому что уже замучился ездить ее покупать. И начал заново шпаклевать с сопряжения элевона и крыла. Процедура не особо долгая, но пару часиков придется на это потратить. Все так долго длится, друзья, потому что стараюсь достигать высокого качества деталей. Видите, каково прилегание. Просто на грани фантастики. Просмотров, конечно, от этого не особо много, потому что проект затягивается. Но, ребята, буду дожимать, потому что хочется раз в жизни хотя бы сделать отличный, качественный, гладкий и красивый самолет. Хотя, конечно, не видно на видео этого всего. На видео и вот этот самолет круто смотрелся, но здесь поверхность довольно шероховатая. Можете заметить, видите? Этот самолет делался по быстрым технологиям. На скорость это, в общем-то, не влияет. Ну а на эстетику, на внешний вид влияет сильно. Здесь таких косяков нет. Здесь все зашпаклевано и еще будет грунтоваться, добиваться идеала. Перевернул, чтобы посмотреть, как дела с плоскостностью деталей снизу. Здесь все просто роскошь. Четко. Это большая радость. Хотя бы снизу не придется дорабатывать. Ребята, Виталик запретил становиться на него ногами. Но по отжиматься разрешает. Немножко прогинается. Но незначительно. Я думаю, выдержит. И 10G выдержит, и 20G выдержит. Делаю самолет специально, чтобы не бояться на нем летать на больших скоростях. Чтобы можно было делать все что угодно. Тянуть ручку на себя как угодно. Именно для этих целей такая жесткость. Сейчас он весит ровно 5 килограмм. То есть вся вот эта корка без краски 5 килограммов весит. Не знаю, сколько краска добавить. Уже по фигу на вес. Уже все сделано. Уже все хорошо. Сделал временные кабаны, чтобы определиться с вот этой высотой. Хочется полноценно использовать всю мощь сервомашинок. Если использовать весь ход, то мы будем создавать максимальный момент на рулях. Именно так я сейчас и подобрал. Можно было бы повыше сделать, чтобы еще больше рычаг был. Но я уже не знаю, слишком высоко получится, ребята. И так здесь 4 сантиметра. Все уже работает, так сказать. Вот смотрите, что получается. Значит элевон будет отклоняться вот так. Ну вот вверх и столько же вниз. А руль направления немножко по другому алгоритму. Так и так. Большой ход в середину нужен для воздушного тормоза. Вот. Ну а для самого управления хватит немного. Вот так. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Детали, ребята, готовы к установке. Подключил аппаратуру и приемник управления. Смикшировал все сервоприводы и оно уже шевелится. Еще немного токарки, выточил две тяги и все управление этой ракеты полностью готово. Естественно, все нужно будет облагораживать, но пока можем насладиться работой рулей направления и элевонов. Почему же все-таки они не элероны, ребята? Да потому что смотрите, как они работают. Мало того, что они как элероны работают, они еще и работают как рули высоты, причем совместно. Можно вот так отклонить и все равно делать вверх-вниз, как и в обратную сторону. Сервы мощные и жрут очень много. Уже в принципе высадилась батарейка, все, приемник отрубается. Моргает красненьким. Ладно, 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 хватит ругаться, что ты ругаешься? Вот теперь я работой полностью доволен. Можно двигаться дальше в следующем видеоролике. Не знаю даже, что нас ожидает. Возможно, продолжу малярку, а возможно, буду начинять вот этот лючок аппаратурой. Нужно все хорошо присоединить, нужно поставить какой-нибудь двигатель для облетывания. Еще пока не решил, какой. Потому что сразу вот эту пушку я ставить не буду. Даже не надейтесь, это слишком мощный двигатель для первого полета. Ну а с этим видео все, ребята. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всем пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok